Сигареты «Норд» в 40-е годы, в годы борьбы с космополитизмом, называли «Север», французскую булку переименовывали в московскую, а оперы, которые должны были бы петься на итальянских и французских языках, переводились на русский, исполнялись на русском. Много всякой хрени и фигни тогда прошлось по советской земле. Тогда партноменклатура таким образом защищала собственную власть. Теперь нынешняя либеральная партноменклатура защищает собственную власть таким же способом, создавая конфликты с Западом на уровне кафе и на уровне, я не знаю, кухни каждого человека. Ну, это просто даже обсуждать смешно. Ну, давайте, вот они русиан, а я подсказываю, кто-нибудь пусть там регистрирует кофе московитана или московияна, а кто-то там петербургиана, допустим. Ну, я не знаю, ну что, ну бред бесконечен. Как известно, миры бреда бесконечны, личность уникальна. Все, что можно придумать в этой сфере, все будет придумано, поверьте. Любая хрень, любая чушь, вы еще поразитесь, какую чушь и хрень смешную будут нести с подачи своих советников и технологов разного рода важные начальники. Когда им будут писать умные записки на языке социальной психологии, а о том, что это позиционирует в сознании людей вот то-то, для того, чтобы люди делали то-то, все как по Пелевину. Generation P эту технологию полностью описала. Недаром Сурков так ненавидел Пелевина и именно этот роман Generation P. Он говорил как-то, я помню, что это один из его самых нелюбимых писателей и ненавистных романов. Ну, потому что этот роман, прочитав этот роман, уже по-старому воспринимать этот мир пропаганды, политехнологий просто невозможно.